Поважанные сябры! Дорогие друзья, большой, щедрый праздник урожая снова пришел в славный полоск, в суверенную сокровищницу земли белорусской. В нашем прекрасном городе-музее, где каждый камень дышит историей, надо побывать хотя бы раз в жизни каждому белорусу. Здесь 1200 лет назад начался тяжелейший путь нашего народа к собственной государственности. Уже в 12 веке Полоск был развитым многополисом Восточной Европы. К слову, сегодня Запад снисходительно пытается учить нас народовластью, особенно американцы, которым всего лишь около 250 лет, как стране-государство. За нами стоит мудрость веков, глубокие традиции государственного управления, закрепленные в древних исторических и источниках права. Там истоки нашей сегодняшней народной демократии. Именно из опыта предков мы исходим, когда шаг за шагом, эволюционно развиваем, совершенствуем и укрепляем белорусское государство. Нас много раз испытывали на прочность, пытаясь отнять свободу. Накал страстей вокруг Беларуси не утихает и по сей день. Наш суверенитет не дает кому-то покоя. Против нас используют самые изощренные методы, чтобы просто обнулить, вычеркнуть из истории. Вы видите это сами, как нагнетается ситуация вокруг нас. Как президент делал и буду делать все для того, чтобы Беларусь была свободной, независимой, а самое главное мирной. Наш ответ на все происки созидания. Наш фронт это экономика, а для сельчан прежде всего хлебная Нива. Хлеб во все времена был самой твердой валютой. Именно поэтому ваши результаты в земледелии – важнейший вклад в обеспечение продовольственной и в целом национальной безопасности. В этом году Витебшина намолотила около 900 тысяч тонн. Но до своей базовой задачи минимум миллион тонн мы не дотянули. Если брать зерно, неплохо сработали по кукурузе плюс 100 тысяч тонн к прошлому году. По урожайности этой культуры даже чуть не обошли Гродненцом. Вышли на второе место по стране. Если это правда. Думаю, правда. 90 центнеров с гектара. Ну а по зерновым у вас там где-то чуть больше 20. Вот и сравнивайте. 20 и 90. Это выше даже, чем в среднем по республике. О чем это говорит? Это говорит о том, что вы можете. Вот с губернатором на подъезде обсуждали вопросы. Я ему прямо сказал. Витебчане могут все. Даже если вы плохо строите комплексы, там не можете на простой стройке развернуться. Это не потому, что вы не умеете делать. Это потому, что кто-то не хочет. Или наплевательски относится к решению тех вопросов, которые сегодня надо решать. А делать в Витебске, Полоцке, в других городах и селах Витебщины умеют абсолютно все. По кукурузе я предупреждал ваших специалистов. Если вы посеяли, высеваете кукурузы 120, к примеру, тысяч гектар, а хотите 150, потому что 90 центнеров урожайность, нельзя так шагать. Добавляйте понемножку. Витебщина не та территория, где можно в два раза бабахнуть посевы, а потом все не убрать. Погода не позволит или еще что-то. Поэтому, имеете 9 тонн с гектара кукурузы, хорошо, добавляйте понемногу и там, где вы сможете обработать. Я не хочу сегодня заниматься критикой. Где-то весной, в марте месяце, как обычно, мы соберемся и обсудим, что вы сделали, что не сделали. И окончательно определимся, что же делать с Витебской областью. У нас на Витебщине есть куда двигаться. И думаю, что это будет все-таки травяной севооборот и молоко. Получать зерно на севере, северней Полоцка, Витебска, наверное, это авантюра. У нас не получается. Поэтому мы должны исходить из реальной ситуации и делать то, что нужно. Мы сходимся с руководством области на том, что нам надо определить места, где мы построим молочно-товарные комплексы. Ну, если есть корова, значит, есть и говядина. Бышков на откорм, телочек для воспроизводства и так далее, будущее коровы, доем молоко. И под это должна быть кормовая база, комплекс и энное количество гектар, исходя из вашего плодородия, вокруг комплекса. Поймите, дело не в комплексах, не в молоке, не в уровне мясного производства. В стране этого хватает. Дело в вас, в людях. Я не могу представить, что Витебщина у нас будет каким-то голым, унылым краем, где не будет людей, где будет пустота. Этого не будет никогда. Потому что по отношению к южным землям, Брещене, там все-таки Витебская область имеет свои особенности, в том числе и негативные. Но если сравнить с другими странами, возьмите Норвегию, Финляндию, север России, они же еще в более сложных условиях в плане земледелия, но живут и работают и будут жить. Я к тому, что витебские люди там где-то никому не нужны. Мы будем с вами жить на этой земле, но надо четко определиться, чем мы будем здесь заниматься. Если люди остались, где будут работать, какая зарплата, какие условия труда. Страшно подумать даже о тех объемах работ, которые мы должны провести в Витебской области. Но глаза боятся, а руки делают. Хотим мы этого или нет, но исходя из нашего опыта, мы должны в следующей пятилетке окончательно решить вопрос по Витебской области. Решить в положительном ключе и определиться, что мы здесь еще будем делать. Все-таки половину хозяйств это нормальное хозяйство в Витебской области. Они работают, могут работать, а половина, может чуть меньше, нуждаются в поддержке и соответствующей организации. Вот весной перед поселной кампанией, где-то в марте месяце, мы об этом и поговорим. Начальники ваши и уполномоченные представители из центра об этом предупреждены. Как бы это ни популярно звучало перед выборами, но я об этом вам должен сказать, чтобы вы понимали, что нас ждет тяжелейшая работа. Помогать будем тем, кто даст отдачу. Поймите, мы не можем закапывать чужие деньги в землю. Не можем. Вы же понимаете, помощь это мы у кого-то возьмем, вам дадим. Но давать надо тем, кто завтра в два раза отдаст больше, чтобы мы могли вернуть им эти денежные средства. Простая формула. Другой жизнь не придумала и не придумает. Взял, отдай. Я только встретился с вашими начальниками, они сразу мне начали говорить на мои замечания, что там плохо, там не так. А мы в три раза увеличили кормовую базу. Может быть и увеличили на треть по кормовым, как у нас говорят, единицам. Но я же земной человек, я знаю, как кормовые единицы считаются. Вы по таблице перевели корма, ковсу проравняли и так далее. Но вы не говорите о качестве. А в этой траншеи какое качество этих кормов? Если вы поправку сделали или там вместо стеножа гнилаж и у нас падеж скота будет страшный, за это тоже будет спрос. В общем, пора, уважаемые друзья, подтянуться. Тем более, я говорю, вы умеете это делать. Думайте, как. Потом доложите, вместе определимся окончательно. Есть отдельные достижения в Витебске и в животноводстве, прежде всего, в птицеводстве и производстве молока. Даже смогли организовать дополнительные поставки яиц. Протянули руку помощи, когда братья-россияне об этом нас просили. Кстати, в России сегодня огромный спрос на нашу продукцию. Продавайте. Продавайте, пожалуйста. Удачным оказался эксперимент с соей. Думаю, что удачный. Итоги обнадеживают. На первых 100 гектарах получена урожайность 3 тонны, 30 сантиметров с гектара. Для сои неплохо. Это говорит о том, что в Беларуси мы должны заниматься этой культурой. Мы сотни миллионов долларов тратим на закупки этих кормов. Мы закупаем огромное количество сои из-за рубежа. Почему не возделываем здесь? Как видите, на Витчевшине даже сою можно возделывать. Это опыт. И министру поручено, чтобы он распространял это на Беларусь. В целом, показатели этого года, ну, мягко говоря, довольно контрастные. Есть отдельные районы и предприятия, которые достойно смотрятся на уровне лидеров республики. Вопрос только, как эти успехи сделать для Витчевшины нормой. Тем более, 8 лет назад вы уговаривали меня начать эксперимент по созданию агропромышленных объединений как основы будущего АПК Витчевшины. Это правильно. Я не вижу здесь абсолютно никаких проблем. Если они есть, то в рамках этих агрообъединений можно дошлифовывать варианты. Если мы увидим, что это вообще никуда не годится, мы распустим их, и хозяйство будет работать сами по себе, как в былые времена. Но объединившись, четко выработав систему, всегда легче. Посмотрим весной, что специалисты скажут по поводу этих вопросов. Сегодня в 6 таких структур входит порядка 130 сельхозпредприятий региона. То есть тот, кто может сам работать, работает хорошо, была моя команда распоряжений. Не трогайте их, пусть работают. Те, которые не хотят работать или есть проблемы объективные, давайте будем объединяться. Давайте будем думать, как ветеринарные службы будут работать и прочее, прочее, прочее. Посмотрим, сделаны ли это, варианты были. Было заложено даже в масштабах страны много новаций и преференций. От сырьевых зон экономических стимулов переработки до особенностей кадровой политики. Я не забыл ваших обещаний. Сегодня, как я уже сказал, 1 марта мы подведем итоги работы указанных в структуру. И я хочу, чтобы вы понимали, никаких электоральных скидок выборы, мол, не будет, если провалите дело. Я хочу, чтобы вы это понимали. Не до популизма. Я много раз говорил, что прорыв невозможен без новой научно-технологической основы за счет селекции, повышения продуктивности, соблюдения технологий как растеневодствия, так и животноводствия. Определенная база есть, но сегодня нужен результат. Результат более весомый для того, чтобы вы хотя бы нормально могли жить. Посмотрите, чего нам удалось достичь пальну, нашему северному шелку. Но, говоря это, я хочу предупредить, что это вы показали результат в этом году неплохой. А если в целом, то есть и проблемы, и немалая. Задачи, больноводство поставлены, определены ответственные кадры. Спрос тоже будет соответствующий. Как бы сложно ни было, лен все-таки наш национальный символ на государственном гербе изображен. Но, опять же, дело даже не в этом. Беларусь всегда была среди мировых лидеров по возделыванию льна, производству продукции из него. А Витебшина была флагманом этой отрасли. Лен – непростая культура. Поэтому во всем мире не очень-то хотят заниматься льном. Особенно в фермерских хозяйствах. Как нас всех в Академии учили, лен вернуться может на свое поле примерно через 6-7 лет. Так? И в этом большая проблема. Но у наших колхозов и совхозов, где тысячи гектаров, мы это можем делать. И то, что я 20 лет тому назад предрекал, произошло. Мир перестал возделывать в тех объемах, которые сегодня нужны, эту культуру. А мы ее сохранили. Уцепившись зубами, мы боролись за возделывание льна. Продажу тристы. Мы модернизировали льнозаводы. И дважды модернизировали льнокомбинат. Оршанский. Короче, в 90-е годы мы чуть не загубили так же эту культуру. Рентабельность которой, представьте, доходила до 70%. Мы в корне поменяли ситуацию. Вложенные средства позволили нам создать новое сортальна. Новую технику. Модернизировать производство. Наш Оршанский льнокомбинат самый крупный в Европе и СНГ. И там, где толковые специалисты и умеют это делать. Возьмите в Устье, по-моему, мы. Центр нас, поль наводству. Я там бываю каждый год не один раз. Там никогда не было того года, чтобы был плохой лед. То есть, опять же, умеем это делать. Но плохо там, где мы плохо работаем. Белорусские специалисты научились делать хорошие тонкие ткани и другую востребованную на мировых рынках продукцию. Фактически мы вышли на безотходный производственный цикл. Однако резервов еще много. Ясно, что льняные ткани будут пользоваться спросом. У нас есть хороший задел для того, чтобы расширять эти посевы, увеличивать урожайность культуры и перерабатывать. И в центре будете вы, Витебская область. Надо как минимум приблизиться к прежним советским объемам и за пятилетку удвоить экспорт, продажи. Тем более цены пошли. Это в полной мере касается и других регионов, которые занимаются возделыванием льна. Повторю, нужен прорыв. От аграрии, ученых, инженеров надо научиться возделывать качественный длинноволокнистый лен. Постоянно увеличивать объемы сырья и продукции. Да и короткое волокно сегодня. Китай производит все. Но они нас просят, дайте нам короткое волокно. Мы произведем нужную продукцию. А почему мы не можем произвести и не продать в Китай ткани, а не сырье? Надо смелее расширять сферы применения, искать способы создания новых недритизационных материалов, например, композитных. Прорыв в будущее нужен не только в льноводстве, но и в других отраслях сельского хозяйства. Отсутствие природных преимуществ и обусловленные им трудности холодный климат, сложные почвы, недостаток ископаемых углеводородов мы должны компенсировать тем, в чем особенно сильны – интеллектом, мозгами. И это касается не только Витебшины. Интеллектуальный потенциал Беларуси колоссальный. Наша страна относится к категории государств с очень высоким уровнем человеческого развития. У нас нет глупых людей. Именно интеллектуальные технологии должны стать локомотивом прогресса. Восокотехнологичные проекты с высочайшей степенью автоматизации, роботизации иными современными формами работы и есть лицо агропромышленного комплекса сегодняшнего дня. Такой уровень организации и производства будет привлекательным для молодых. Село должно идти в ногу со временем. Нам надо вернуть в деревню молодежь и приобщить ее к решению инновационных задач. Создать условия для этого и давать возможность проявить себя. То есть надо создавать современные агрогородки, поселки, строить хорошее жилье, хорошая техника, то есть условия труда и нормальная зарплата. Без этого никакая молодежь сюда не пойдет. Трудно, сложно. Посмотрите на меня и думаете, с космоса свалился. Не с космоса. Я сам понимаю, как это трудно. Но без этого нельзя. Нам надо доверять молодежи. Посмотрите, у нас есть немало молодых фермеров в стране. И фундуком занимаются, и яблоками, и арбузами, и другими культурами. И если мы говорим об условиях, нельзя игнорировать и материальные стимулы. Нужно разработать стандартный социальный пакет для молодых специалистов, которые едут работать на село. Арендное жилье, финансовое, транспортное обеспечение и так далее. Я принял ваши все предложения по целевому направлению получения высшего образования. Перед вами стоит человек, который закончил гуманитарный вуз, имея хорошие перспективы, пошел в село. Поступил в сельхозакадемию и закончил ее. И образование нормальное там дают. Я к тому, что если мы направили целевика, договорились с ним, заключили договор, в том числе и с родителями, он должен вернуться и отработать на этой земле. Других вариантов быть не должно. Высшее образование очень дорого стоит. Очень дорого. И за это надо платить. Необходимость широкого внедрения в хозяйственную деятельность высоких технологий предопределяется еще одним объективным фактором. Кризис начала 90-х, обвал экономики и разруха в нашей стране проявляются сегодня демографическим дисбалансом. Нехватку трудовых ресурсов надо компенсировать более эффективным технологическим укладом и железной дисциплиной. У нас еще в сельском хозяйстве по сравнению с лучшими мировыми хозяйствами людей больше, чем это надо. На 30%. Извините, но давайте будем этими людьми делать то, что надо делать. И не надо думать, что кто-то к нам приедет и за нас будет работать. Никто не приедет, работать не будет. А если и приедут, будут работать так, как мы. Но в погоне за прогрессом нельзя забывать об экологии, особенно у нас здесь, на Витебщине, которая славится как край заповедных лесов, чистейших голубых озер и первозданных болот. А это кислород. Мы не должны уходить от того, что стало национальным брендом, бережное отношение к природе. В то время, как другие принимают декларации и проводят конференции, мы растим лес. Восстанавливаем поголовье редких животных. Поддерживаем биоразнообразие и производим чистые продукты. Это надо продолжать делать здесь, на Витебщине. И если у нас земелька не очень, а леса растут, ну так надо переносить центр тяжести на Витебщину. Значит, надо пилить, надо обрабатывать, надо строить из дерева дома и продавать. По всему миру, южнее Украины леса нет. Даже южнее Киева. А все хотят жить в комфортабельном жилье и южнее Киева по всей планете и кушать нормальную продукцию. Мы можем это дать. Этот бренд следует всячески продвигать, умело использовать. Туризм для Витебщины, особенно сельский, мощный фактор роста, пока его потенциал не раскрыт. Мало иметь природное богатство, необходимо современное, привлекательное для гостей инфраструктура. Нужно открыть миру, по-настоящему открыть Браславские озера, верховые болота Ельни, лечебные грязи, минеральные воды, равно как Софийский собор спас Евросиневскую обитель и другие уникальные памятники. Опыт есть. Грандиозный фестиваль «Славянский базар» в Витебске давно стал уже всемирно известным. Уважаемые друзья, Витебщина знаменита своей древней историей. Природными красотами, традициями, которыми вы дорожите и которые приумножаете. А это еще легендарный партизанский край, где бережно сохраняется память о героях, отстоявших свободу и независимость нашей Родины. Сегодня это как никогда важно. Так же, как мир и спокойствие на нашей земле. Цену, которую мы очень хорошо знаем и которую нужно всеми силами отстаивать и защищать. Мы с вами сделали немало. Сделали даже то, что порой казалось невозможным. Лучших из лучших мы сегодня увидим. И будем честовать на этой сцене. Вы, наши лидеры, мастеровитые люди, преданные своему делу, успешно конкурирующие с коллегами из других регионов. Несомненно, за каждым индивидуальным успехом стоит ежедневный, огромный труд всего коллектива. Руководители, специалистов, механизаторов, комбайнеров, водителей и других работников. Дорогие друзья, низкий поклон вам всем тем, кто трудился эти годы и в этом году на хлебной Ниве. Это и цель моего визита к вам на областные дожинки, которые вы должны проводить. Но я счел необходимым приехать сюда, чтобы покланиться вам. Низко в пояс за ваш труд, за вашу доброту, за вашу отзывчивость, а равно за ваш патриотизм. Это вы, основа нашей жизни и основа нашей безопасности. Это благодаря только вам мы сегодня не втянулись в какие-то войны, противостояния и конфликты. Живем в Родине богато, но мирно. И это главное. Все остальное в наших руках. Вы настоящие патриоты своей земли, посвятившие жизнь благороднейшему занятию, крестьянскому труду. Огромное вам спасибо за трудолюбие, профессионализм, упорство, что немаловажно для витебшин. Спасибо вашим семьям, родным, близким, которые помогают и поддерживают вас. Вашим женам, вашим детям, которые на уборочную компанию вместе с вами идут, садятся на комбайн и обеспечивают уборку нашего золота, хлеба. Желаю всем крепкого здоровья, мира, добра, семейного благополучия и новых больших успехов. И самое главное. Дай Бог, чтобы ваши дети никогда не огорчали вас, чтобы они были здоровыми и всегда вас радовали. Счастья вам и успехов! Счастья вам и успехов! Счастья вам и успехов! Уважаемый Александр Григорьевич, от всей души благодарим вас за высокую оценку нашей работы. Горжусь тем, что в нашей стране с большим уважением относятся к человеку труда. Труд агрария всегда был непростым. Меняются времена технологии, но в основе всего остается человек, который любит свою землю. Опираясь на лучшие традиции, опыт ветеранов, энергию молодых, мы будем делать все для того, чтобы внести свой достойный вклад в общий каравай. Чтобы наша страна год от года становилась краше, богаче, сильнее. Спасибо вам за добрые, теплые слова, за внимание и заботу. Хотим пожелать вам крепкого здоровья, успехов во всех делах. Знайте, что мы вас всегда поддержим. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Уважаемый Александр Григорьевич, спасибо, что вы сегодня с нами на этом самом мирном и самом теплом, несмотря на погоду, празднике областные дожинки 24-го года. В Витебщине живут замечательные люди. И они считают по праву тоже вас своим земляком. Мы этим гордимся и это очень ценим. У нас, несмотря на сложные условия, тоже есть в этом году успехи. Вы их в начале своей речи озвучили, я не буду повторяться. Но, тем не менее, мы традиционно свой кусок в республиканский каравай вносим. От хлеборубов Витебщины примите каравай 2024 года. Александр Григорьевич, помимо каравая, мы находимся в самом историческом, культурном, религиозном центре нашей страны. Это один из центров вообще славянской цивилизации. Мы находимся в Древнем Полоцке, самый древний город. Здесь впервые построен каменный храм, здесь первый монастырь, здесь центр одного из самых сильных и мощных княжеств, Полоцкого княжества. И самым легендарным, выдающимся правителем этого княжества был Сеслав Чародей. Он правил 55 лет. Благодаря своей мудрости, своему уму, своему опыту, он не только примножил достояние княжества, но и сохранил единство народа, целостность государства и мир, даже несмотря на феодальную раздробленность Киевской Руси. Поэтому мы решили преподнести вам подарок, атрибуты реально княжеской власти. Кому, как не вам, используя преемственность поколений, иметь вот этот вот символичный подарок для защиты, для укрепления нашей страны. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Я знаю, что мои земляки, ветерчане, люди мудрые. Медж подарили специально, потому что за меджа платить надо. АПЛОДИСМЕНТЫ Я намек понял, копейки не даю, подумаем, чем помочь Витебской области. Но знаете, я вот вручал в тысячу первый раз эти государственные награды и подумал о том, и Верхнедвинске, Орша там и прочее, со всех районов люди, даже самого северного района. И это же люди с лучших хозяйств. Значит, в каждом районе, в самом северном, южном и так далее, у меня там на родине, где я родился, есть образцы хороших хозяйств, маяки, на которые надо равняться. Значит, можно работать. Нужно просто повторить их опыт. Так как это в Парахоньском уникальное хозяйство. Я подумал о том, ну почему Парахоньское не распространит на все по лесу. И как мне доложил Михаил Иванович Руссий, который контролирует сейчас эти поручения, они уже начали работать. Они начали передавать опыт Парахоньского всем соседним и другим хозяйствам. Начали с хозяйства управления делами президента. Управление делами, у нас еще и колхозы есть. Когда-то заброшенные плохие подбирали и выводили их на нормальный уровень. Так вот, модернизацию эту начали с одного из таких хозяйств на Полесе. Я клоню к тому, Саня Михайлович, а почему нам в этих районах, откуда эти святые люди, не начать распространять этот опыт? Если Верхнедвинский район, ну почему на весь район опыт не распространить? Идти всегда надо, уважаемые друзья, от Земли. То, что полезно на Земле, то, что практика подтверждает, этим путем надо идти. Не надо никаких космических целей и мыслей. Это очень тяжело. Это под силу только тем, у кого есть бешеные деньги. И то не всегда удается. Поэтому, идя от земли, видя то, что дарит нам природа и то, что здесь можно возделывать, мы можем вершить великие дела. Я очень хочу, чтобы наша Витебщина, чтобы здесь жили люди улыбающиеся. Чтобы, встречаясь с ними, у них на лице была улыбка и в душе была радость. Счастья вам и здоровья. Меня часто упрекают, что я вот тут приехал, уехал. Я приехал на областной праздник. Я вмешался в вашу епархию, или как священнослужители говорят. Подумал о том, знаете, выборы, кто его знает, как это сложится. Я не успею даже поблагодарить самых близких для меня людей, патриотов. Как бы ни складывались дела в стране, кто бы там не ходил по улицам. А вы ведь всегда работали и делали то, что могли сделать. То, что не сделали, мы сделаем. Ближайшие 2-3 года мы сделаем. И вы увидите, в том числе и в Витебской области. Поэтому, Александр Михайлович, я ворвался в вашу обитель для того, чтобы поблагодарить людей, поздравить их, преклонить колено перед их трудом. Ну, и сейчас еще посмотрю по другому маршруту, как вы поднимаете зять. Для меня это тоже очень важно. Счастья, успехов, здоровья вам. Равняйтесь на этих людей. Будете работать, будем помогать. Счастья вам. Спасибо вам. Спасибо. Спасибо вам. Спасибо. Вы немножко подмерзли. Нет, все хорошо. Ну, зато дожимки, зато дожимки провели после всей уборки. Да, это все хорошо. Спасибо вам. Спасибо. Вы за нас. Спасибо. 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 Спасибо вам. Спасибо вам. Счастья вам. Александр Григорьевич, ваше выражение вчера насчет президента Байдена. Мы о всех новостях смотрим. Да? Лучше, чем вы сказали. Никто в мире не сказал. Спасибо большое. Спасибо. Счастья вам. Здоровья. Здоровья. Спасибо. Спасибо. Спасибо вам. Спасибо. Спасибо вам. Спасибо. Спасибо.